что реальное прошлое было совершенно иным чем нам говорят официальные историки думаю понимают уже многие кстати именно благодаря официальным историком которые говорят нам только лишь об отсталости и лаптях стало очень популярна тема альтернативной или по-другому реальные истории люди не верят в официальную историю люди хотят знать правду что было в нашем реальном прошлом это люди высокого роста не зря же мы говорим ваше высочество а также погребальные обряды были совершенно другие тела умерших сжигали людей высокого роста называют по-разному великаны атланты гиганты рассмотрим два крайних слова атланты и гиганты в обеих словах есть последовательность букв ант даже последовательность есть в словах античность античный атлантический и атлантида можно сделать смелое предположение что в атлантиде жили великаны атланты а после падения осколков луны и лели на атлантиду данный континент погиб а те кто выжил переместились например в европу о том что великаны жили совсем недавно снято уже очень много видео и у многих зрителей возникает резонный вопрос если великаны жили то где их хоронили для того чтобы найти кладбище великанов надо знать старинные похоронные каноны условно назовем тот период времени до потопа до потопа не было привычных нам кладбищ были мемориальные комплексы на которых были установлены урны с прахом до потопные мемориальные комплексы располагались рядом с водой в идеале вода должна разделять мир живых от мира мертвых вокруг мемориальных комплексов выкапывали каналы а вход осуществлялся по мосту но канон в полной мере соблюдался не всегда часто мемориальные комплексы организовывались просто у воды например в индии умерших людей до сих пор сжигают на берегу священные реки ганг если вы знакомы с трудами левашова то скорее всего слышали такой термин как социальные паразиты о чем этот термин этот термин на следующем на земле есть некая группа пользователей которая методично и постоянно уничтожает самую умную нацию на тот момент а также самых умных и сильных представителей народа потом они уничтожают самых умных из оставшихся и так до тех пор пока на земле не останется одно быдло которым очень легко управлять уничтожают умных потому что они представляют для них угрозу так вот не исключено что великаны были умны если следовать логике социальных паразитов они должны были быть уничтожены уничтожают они и все прекрасное архитектуру искусство театр кино одежду заменяя все без скусицей примитивизмом и пошлостью кладбище великанов мы будем искать в очень необычном городе это санкт-петербург он известен тем что в нем начинается пулковский меридиан проходящий через культовые места северного и южного полушария кладбище великанов в самом городе нашел геннадий мудрый и находилась она по всей видимости там где сейчас находится сад зимнего дворца кануны соблюдены рядом река него почему это мемориальный комплекс великанов спросите вы все очень просто посмотрите на размер ограды и ворот на размеры урн с прахом и задайтесь вопросом а почему там все такое огромное урны с прахом на столбах примерно с половину роста человека давайте изучим официальную историю сада и ограды я буду иногда вставлять свои комментарии по ходу повествования сад иногда называемый собственным появился у солтыковского подъезда зимнего дворца в 1901 году его возникновение было вынужденным в 1870-х гавань адмиралтейства была засыпана она ее месте протянулась адмиралтейская набережная по соседству с императорской резиденции проложили рельсы конно-железной дороги разводная площадь стала дворцовым проездом оживленное уличное движение создавала постоянный шумовой фон а ведь именно здесь в западном крыле располагались личные покои царской четы здесь же принимали послов иностранных держав понятно желание царской семьи оградить себя от лишних волнений проект сада буфера между проезжей частью и дворцом был представлен уже в царствование александра третьего сквер перед западным фасадом зимнего дворца на прежней разводной площади был обустроен в 1896 году то есть вместо того чтобы переместиться в правое крыло зимнего дворца решили разбить сквер с деревьями которые должны были защитить от шума довольно странное решение учитывая как медленно растут деревья читаем дальше уровень земли на площади более 13 тысяч квадратных метров был поднят на целый метр центр сада украсил фонтан для понимания 13 тысяч кубических метров грунта это около 1300 рейсов современного самосвала камаз читаем дальше в 1897 году император николай второй одобрил проект садовые ограды решетка с узором из стилизованных листьев оканта с императорскими вензелями и государственным гербом россии была изготовлена в 1899 году листья оканта в декоре и архитектуре означает похоронную и погребальную тематику в следующем году ворота четыре звена решетки и 6 вас для украшения столбов ограды были представлены на всемирные выставки в париже и удостоились гран-при вазы на столбах очень похоже что это урны для праха давайте сравним в мае 1900 года решетка двое ворот и 36 вас были готовы в изготовлении решетки участвовали более двухсот квалифицированных мастеров решетка и звенья были изготовлены из лучшего уральского железа и чугуна при этой работе применялось самое передовое на тот момент оборудование отмечалось в журнале зодчий на этой решетке работали лучшие уральские и петербургские металлурги художники и кузнецы в 1902 году ограда была установлена на высокие пьедесталы из песчаника с гранитным основанием особое впечатление производили огромные ворота увенчанные колоссальными фонарями массивная ограда у которой постоянно дежурил часовой и деревья сада прекрасно защищали дворец от шума и недружелюбных проявлений новый сад так и не стал ни собственным ни городским с 1904 года царская семья постоянно проживала в царском селе придворные балы прекратились официальные приемы в зимнем проходили редко а для горожан сад был недоступен каждое звено ограды украшал золоченый двуглавый орел или изящный вензель под императорской короной переплетенные буквы n и а николай и александра неудивительно что в дни февральской революции гербы завесили красными полотнищами орлов и монограммы потом выломали а короны с вершин столбов сорвали 1918 году цветники погибли а ограда была почти полностью разрушена странно что не указываются причины разрушения ограды ограде на тот момент было всего около 20 лет читаем дальше в первую годовщину октябрьской революции на фундаменте одного из ее звеньев водрузили гипсовый бюст радищева первый памятник ленинского плана монументальной пропаганды но окончательную точку в истории ограды собственного сада поставил 1 мая 1920 года тысячи красноармейцев моряков рабочих пришли к огромной куче кирпича и камня около бывшего зимнего дворца сообщалось в петроградской правде с радостными улыбками шутками со смехом кое-где с песнями приложили они свои мозолистые руки к этой горе камня и закипела дружная работа повезли на тележках тяжеловозах большие камни на лошадях и просто на себе впрягаясь по 30 по 40 человек побежали по цепи из рук в руки кирпичи в вагонетке покатились по стальным нитям ручные вагончики всего в субботнике у зимнего дворца приняли участие 7000 человек для вывоза мусора было мобилизовано 10 грузовиков 150 ломовых подвод специально для субботника была проложена узкоколейная железная дорога по которой участники праздника труда толкали 100 вагонеток в пять часов раздались сигнальные выстрелы о прекращении субботника говорилось в петроградской правде на месте решетки где были безобразные груды камней осталось чистое и ровное место все кирпичи погружены в баржи цокольные камни из которых некоторые достигали до 300 пудов стащены к набережной громадным паровым краном всего было перетащено 127 тысяч пудов тяжестей впрочем после субботника все эти тяжести еще долго продолжали лежать у набережные не вы только в 1925 1926 годах уцелевшие звенья решетки зияющие дырами в картушах где раньше были помещены двуглавые орлы по просьбе рабочих краснопутиловского завода установили у сада 9 января на проспекте тогда улице стачек проект составил архитектор ильин теперь давайте поразмыслим над этими строками в стране гражданская война голод самых разных проблем выше крыши и неожиданно так называемый субботник власти города бросают 7000 человек для демонтажа ограды 7000 человек это надо сказать очень большое количество для вывоза чего-то с территории сада выделяют грузовики плавучий кран и даже прокладывают узкоколейную дорогу по узкоколейки перемещали 100 вагонеток суммарный объем перемещенных обломков составил 127 тысяч пудов то есть две тысячи тонн две тысячи тонн это примерно 200 самосвалов камаз интересно что официально в первую очередь во время субботника выламывали и уничтожали гербы и вензеля сами решетки и другие тяжести складировали возле реки что там было такого важного в этом саду что срочно потребовалось устроить такой необычный субботник попробуем выдвинуть свою гипотезу на крыше зимнего дворца стояли и стоят урны с прахом на опорах решеток стояли урны с прахом их было 36 и что-то еще было внутри самого сада сами решетки краном стащили к неве и бросили урны для праха или как их называют статья 36 вас а также что-то еще из самого сада по всей видимости было куда-то вывезено помните в начале ролика я говорил вам про сочетание букв ант интересно что на рубеже 19 20 века было такое объединение как антанта в которое входили россия англия и франция официально антанта это военно-политическое объединение но независимых исследователей смущает странное название в котором встречается уже известное нам сочетание букв как ант причем дважды антанта можно расшифровать как антиантов то есть против великанов и памяти о них но это как говорится не точно и в завершении весь восемнадцатый девятнадцатый двадцатый век стране была жесткая цензура и правду можно было записать в зашифрованном виде в сказках детских стихотворениях или фантастики к такому методу прибегал александр пушкин вот фрагмент поэмы руслан и людмила у лукоморья дуб зеленый златая цепь на дубе том и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом как вы думаете что зашифровано в этом фрагменте пишите свои догадки в комментариях об этом обязательно будет видео а мы обсудим стихотворение михалкова дядя стёпа по факту в данном стихотворении говорится о великане огромного роста фотографии девятнадцатого века говорят что такие люди действительно жили на земле но у них были проблемы со здоровьем они ходили с тростью или костылем и еще немного странности и произведения дяди стёпа эта странность и не имеет отношения к основной теме ролика кладбище великанов но я думаю кому-то будет интересно данное произведение имеет несколько версий давайте зачитаю одну из первых опубликовано в журнале пионер 1935 года выпуск номер 7 как и прожил дядя стёпа у заставы много лет вдруг пропал и дядя стёпы месяц нет полгода нет говорят ребята странно что не видно великана где он прячется от нас только видит как-то раз мимо каменного моста к дому 8 дробь 1 дядя стёпиного роста двигается гражданин кто товарища знаком с этим бравым моряком он идет скрипят снежинки у него под каблуком складку форменные брюки он в шинели под ремнем в меховых перчатках руки якоря блестят на нем буквы золотом горят и прохожим говорят что идет моряк с линкора и зовут линкор марат он отвык ходить по суше он бывал на всех морях бил из дальнобойных пушек на военных кораблях а вот версия 1936 года буквы золотом горят и прохожим говорят что идет моряк с линкора и зовут линкор марат и моряк подходит к дому всем ребятам незнакомый и ребята тут ему говорят а вы кому дядя стёпа обернулся и ответил я вернулся заходите сто историй расскажу вам про акул и про то как в черном море я двенадцать раз стонул обращаем внимание что текст немного отличается в других версиях появляется дополнение дядя стёпа обернулся поднял руку к козырьку и ответил я вернулся дали отпуск моряку ночь не спал устал с дороги не привыкли к суше ноги отдохну надену китель на диване полежу после чая заходите 100 историй расскажу про войну и про бомбежку про большой линкор марат как я ранен был немножко защищая ленинград вы спросите а в чем собственно проблема дело в том что крейсер марат погиб при защите ленинграда в 1941 году а стихотворение было написано в 1935 году если действительно такие строки были написаны в 1935 году а какой бомбежки и защите ленинграда пишет автор кто-то скажет что изменения были добавлены позже и надо изучить переиздание дяди стёпы до 1941 года полностью с вами согласен но проверить переиздание дяди стёпы до 1941 года не представляется возможным все они недоступны для просмотра на сайте национальной детской библиотеки официально из-за авторских прав регистрация на сайте не дает вам право получить доступ к этим книгам на мой взгляд немного странная ситуация точку в споре могли бы поставить личные книги дяди стёпа до 1941 года если у вас есть такие присылайте фотографии на почту она указана в описании а на этом все пишите свои мысли в комментариях много ли в моих рассуждениях неточностей или же все полностью притянуто за уши а может быть есть рациональное зерно полный бред подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео жмите на колокольчик до новых встреч пока